Привет, дорогие зрители 9-го канала, с вами Анна Елизавета Мельниченко и проект «Пани и пановы». Сегодня к нам наконец-то приветствовала первая пани, чаревная спеверка, солистка гуртов Куку Шанель, Божий читал «Лимончики Проджект», волонтер и просто хорошая женщина Маричка Кудрявцева. Привет. Маричка, первый вопрос к вам, как к первой женщине, которая у нас на программе. Вы считаете ли, что Украина – это матриархальная страна? Абсолютно верно, особенно сейчас. Женщины сейчас играют очень большую роль и очень нужны как женщины. Я это чувствую, я это знаю, когда приезжаешь в разные батальоны для петь или просто общаться с мужчинами, которые уже очень-очень давно находятся одни, они никого не видят и понимаешь, что вся женственность нашей страны, Украины, она сейчас воплощена во мне или в тех женщинах, которые со мной рядом присутствуют. И это очень важно сейчас быть женщиной, очень важно. Причем быть разной, быть сильной женщиной, быть женственной женщиной, быть красивой, быть талантливой, быть мудрой. В общем, в себе концентрировать и нести все лучшие качества, которые можно. Вот рассказы о женских подвигах обычно начинаются с фразы «маленькая хрупкая женщина». Как вы к этому относитесь? Что вот с этой внешней хрупкостью может стоять? Ну, конечно же, сила большая. Я всегда говорила, что я женщина с яйцами, поэтому... Вот, и на самом деле, ну, это комплимент, это комплимент себе и комплимент тем хрупким женщинам, которые действительно очень сильные, очень сильные, очень мужественные. И это важная черта. Вот сейчас женщине невозможно быть другом, мне кажется, потому что нужно такой быть. Особенно в период войны. Конечно, особенно в период войны, иначе не выживешь, иначе невозможно. Если ты будешь только хрупкой, нежной и вот такой вот былинкой на ветру, то просто не выживешь. Поэтому, конечно же, нужно в себе оставлять эти качества, не превращаться в мужчину. Вот, но тем не менее, сильный сейчас, и такой вот иметь внутренний стержень нужно обязательно. Вот камуфляжная расцветка сейчас, это теперь вот повседневная одежда? Ну, во-первых, это модно, наверное, сейчас. Еще со времен Майдана как-то женщины все стали надевать камуфляж, разные абсолютно на себя. Там, зайдешь в какие-нибудь магазины, так там полно целых коллекций. В общем, это сейчас в струе. Ну, а я, например, ну, я не модничаю, у меня просто, ну, есть такая внутренняя необходимость. Мне просто вот сейчас, именно в данный период жизни, так вот хочется, мне так комфортно. Ну, и я знаю, что вы вернулись недавно из зоны боевых действий. Там принимают женщин как? То есть это необходимость увидеть женские, женские глаза? Абсолютно верно, абсолютно верно. Я вот даже, когда приехала в госпиталь, первый раз, я помню, к пограничникам, и просто спрашивала, а что вам нужно? И мне тогда майор, который отвечал мне на этот вопрос, говорил, нам вот сейчас не нужно ни волонтеров, нам, у нас, говорят, все есть в принципе. Благодаря людям у нас все есть, нам все приносят. Не нужно никому помогать, ни с кем сидеть. Он говорит, нам нужно просто, чтобы вот пришел такой вот человек, такая женщина, как ты, и просто поговорила, просто по-человечески поговорила с ребятами. И я понимаю, что это не только в госпитале, что везде сейчас куда только можно приехать, в батальоны, которые либо собираются на войну, либо которые уже воюют в зоне боевых действий непосредственно. Им очень нужны сейчас женщины, которые вот просто приезжают, с ними общаются, просто вот в глаза им посмотреть, доброе слово сказать. Он как-то даже вот просто флюиды, знаешь, какие-то вот распространяются. Мы вот были с Олегом Скрипкой, и еще с одной. Мы пели там, да, еще одна была, были две девочки, вот я и еще одна девочка на бэквокале, и мы пришли в палатку к ребятам, и вот они сели, у них вот глаза такие совершенно непередаваемые, они просто, знаешь, мои мальчики вот только что вот прямо из боя, да, они потеряли очень много своих товарищей боевых, у них глаза светятся невероятным счастьем, вот просто потому что, говорит, мы сидим в их палатке, они говорят, мы даже не верим, у нас теперь, говорит, женщины будут пахнуть здесь, и я понимаю, насколько это им важно. Они потом пишут, СМС звонят. Как так случилось, что вы попали в зону боевых действий? Это была случайность, или это была осознанное какое-то решение, спланированная акция? Я возвращалась с детьми как раз из Карпаты, мне пришла от Олега Скрипки СМС. Поедешь со мной в Дебальцево? Но я понимаю, что в Дебальцево сейчас в данный момент там ни сахар, ни мед. Вот, я вообще без колебаний, говорю, конечно, поеду. Ну, насколько, вот куда мы попадем, и во что, и как это все будет, я не представляла до конца, но я очень впечатлена, конечно, очень. Дальнейшие поездки, они как-то даже близко не были такими колоритными, если можно это слово использовать в данном контексте. То есть это произошло спонтанно, и в принципе в вашей жизни много таких случайностей, которые, ну, не случайны, можно сказать, но в основном вы не планируете. Я хотела. Вот есть желание, и желания материализуются. Знаешь, вот если хорошо-хорошо о чем-то мечтать, правда, я хотела поехать в зону боевых действий. Ну, вот так вот как раз и случилось. Ну, вы такой человек-магнит, вы прям привлекаете людей для сотрудничества, вы общаетесь с Олегом Скрипкой, вы познакомились на Майдане с целым коллективом, организовали алектив «Лимончики Проджект». Вот, это, как это происходит в вашей жизни? Я не знаю, я удивляюсь. На самом деле, ну, есть такой магнит, вот он есть. Я знаю, что он есть такой какой-то внутренний магнит, вот, какая-то воронка, я бы сказала, сейчас вокруг меня, которая вот закручивает каких-то людей, события. Именно благодаря... Вот я, например, я не собиралась быть волонтером, честно. Вот у меня не была такой мысли, что я вот сейчас, вот да, я вот буду-буду помогать, чем могу. Само все происходит абсолютно. Вот вокруг меня закрутились какие-то люди из Америки, из Канады. Огромное количество просто вот незнакомых людей, которые мне шлют деньги, я что-то координирую, я уже покупаю какие-то дорогие медаппараты, я живу практически в госпитале, но я думаю, ну, раз так происходит, раз через меня какие-то вот такие процессы вокруг меня закручиваются, ну, значит, так надо. Значит, в данный момент жизни я буду этим заниматься. А сейчас вот вы поддерживаете отношения с коллективом, вот интернациональным проектом «Лимончиком»? Конечно. Во-первых, мы каждый день созваниваемся и переписываемся с Марком, Марчиком. Они сейчас находятся в Туре в Канаде уже какой-то тоже месяц, наверное, третий месяц пошел. Вот. По очень крупным фестивалям. В общем, они непрерывно путешествуют. Они сейчас находятся в тотальной радости, мире и счастье. Находятся в стране, где нет войны, где счастливые люди. И они этим постоянно со мной делятся каждый день. А я им, я, в общем, делюсь с нашим таким маленьким адом, который у нас тут происходит. И мы пребываете в гармонии. И мы так уравновешиваем как-то. Я понимаю, что вот мне Марчик писал, что они не могут сейчас существовать без того, что я им пишу. Говорит, просто жизнь неполноценна. Мы хотим это знать. Мы хотим это переживать в точности так же, как ты. Пиши нам все в подробностях. И я поняла, что у меня какие-то вот уже такие вот письма, это даже, это не письма, их письмами нельзя называть. Я какие-то диалоги пишу людей, с которыми я общаюсь. И этого настолько много, что мы задумали просто издать книгу из наших писем. Марк рассказывал, что он собирал истории тоже. Вот. А это продолжение. И так получилось, что он уехал, а теперь эти истории собираю я. Я их описываю, и получается уже, что мы запланировали, что я в ноябре еду в Канаду, если все будет хорошо. Вот. Там провожу, ну, во-первых, мастер-классы, они хотят от меня по народному пению. А потом мы на целых полтора месяца исчезаем вот с поля зрения всех, для того, чтобы сидеть и писать, писать книгу по историям. Историям его вот еще вот осталась недописанная часть, пока они были здесь. И вот уже такой большой, получается, ковалок, я скажу, марчик истории, именно связанных непосредственно с впечатлением от войны. Ну, вы все время в разъездах, все время гастролируете, тем более все происходит очень спонтанно. А где в этот момент находятся ваши дети? У вас трое детей? Дети у меня на самом... Знаешь, детей главное организовать правильно. Они у меня на самоорганизации практически, поэтому старшие сидят с младшими. Ну, ты все говоришь, главное организовать процесс бабушек, отцов. Вот. И все будет в жизни правильно. Ну, конечно же, они... То есть главная задача женщин – это правильно все организовать? Да, да, это совершенно верно. Вообще все прекрасно, все хорошо, они, конечно же, меня любят, ждут. Я очень рада, что я, благодаря Марчику, кстати, это он меня сподвигает, говорит, что ты едешь вот в Карпаты выступать опять-таки для детей, сирот и беженцев. Что ты едешь одна, говорит, бери детей. Я думаю, так, все, я выключаюсь на неделю, дети мои сидят в Киеве, в пыльном, ничего не видят. Маму тоже не видят. Вот я просто вот, я поняла, что мне ради них нужно все-таки выделить недельку из войны себя, выдернуть немножко и подарить им радость. И дети просто были счастливы. Они впервые видели горы. Ну, ваша дочь уже взрослая, она будет продолжать дело мамы? Тоже сказать. Она сейчас у меня учится в художественном институте, она у меня график. И, ну, она, у меня все дети поют, и поют очень хорошо. И я бы сказала, что вот Катя, старшая дочь, она меня переплюнула во многом уже. И вот она даже чувствует, что она говорит, мама, ну, вот хорошо быть, конечно, художницей, мне все очень нравится, но я чувствую, что я петь хочу. Поэтому вполне возможно, что она как раз пойдет где-то по моим стопам. То есть тянет к публичности. Не знаю, как публичности, но вот я чувствую, что музыка – это какая-то очень важная часть в ее жизни. А младшие дети? О, это тоже, это все артисты, они все очень любят выступать, петь, танцевать. У нас домашние концерты, спектакли бесконечные с афишами, с билетами, с номерами. То есть готовы подражать маме? Конечно. И в будущем не исключено, что будет какой-то семейный проект у вас? Я об этом думала, кстати, может быть. Сейчас очень модными становятся правила жизни. А какие правила жизни у Марички Кудрявцевой? Правила жизни? Я не знаю, у меня как-то нет правил. Главное правило – это чувствовать место и время, в котором я должна быть в данный момент жизни. Я сейчас научилась планировать, не планируя. Потому что раньше какие-то есть планы, есть завтра. Сейчас завтра практически нет. И поэтому сейчас очень важно чувствовать, где я больше всего нужна. Мне кажется, что сейчас это, наверное, мое самое главное правило жизни. И я очень надеюсь, что у меня это получается чувствовать. То есть главное в себе это чувствительность сейчас, как-то ее холить, лелеять. И это самое главное чувство сейчас – знать, где ты нужен. Наверняка вам уже много раз задавали вопрос, почему ваш авторский проект называется «Куку Шанель». Но я думаю, для наших зрителей можно еще раз повторить. Почему? Ну, потому что мы играем музыку в стиле французский шансон, мы так называем. Понятно, что это все приблизительно. И так как хотелось вот что-то такого вот французского, что было в названии женское, поэтому, собственно, «Шанель» возникла. А так как у нас половина песен все-таки таких хулиганских, ироничных, поэтому нужно было похулиганить. Странно было бы назваться просто там «Ку-Ку Шанель», да? Ну, за «Ку-Ку Шанель». Поэтому такая вот у нас две части нашего творчества. Такая лирическая, женственная, вот с намеком на нечто французское, плюс такое вот хулиганство в виде «Ку-Ку». А пока вы в разъездах, проект как-то работает, функционирует без вас? Ты знаешь, он сейчас функционирует волшебным абсолютно образом. Я ничего не делаю сейчас для «Ку-Ку Шанель». Я не пишу песен уже с ноября, потому что, ну, нет у меня сейчас… Я понимаю, что я накапливаю очень много сейчас впечатлений всего, что, конечно же, не может не вылиться потом. Я точно знаю, что это будет, наверное, целый альбом. Но сейчас, в данный момент жизни, вот как-то вот у меня не до написания новых песен, просто реально некогда. Поэтому я не рассылаю писем, я ничего не делаю, но тем не менее у «Ку-Ку Шанель» есть достаточно активная творческая жизнь, нас приглашают и в Туркменистан на какой-то фестиваль, вот, и поиграть там, 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 и в клубах мы выступаем. Поэтому я как-то между своими турами и госпиталем, вот, успевая еще с «Ку-Ку Шанель» где-то выступать, мы живем, между прочим, только благодаря тому, что у нас есть концерты, потому что нам надо что-то кушать, семьи кормить. Мы кроме музыки ничем больше не занимаемся, поэтому как-то вот… Мне вселенная, наверное, так вот как-то вот поддерживает меня сама. Сейчас вот в современном мире очень сложно ответить на вопрос «Как дела?» Да. Слушай, какой хороший вопрос! Браво просто! Ну, и в связи с этим у меня вопрос к вам не такого плана, а плана, как вы справляетесь с проблемами, вот, в жизни? С депрессией, может быть, в которую сейчас наверняка многие, вот, впадают в связи с событиями на Востоке. Я не могу сказать, что бывает депрессия, бывает такое ощущение, что у тебя просто уже такая перегрузка внутренняя, просто вот перегрузка, красная лампочка зашкаливает, и нужно просто находить время, посидеть, вот, или, знаешь, посмотреть вот когда-нибудь на воду, вот, в одну точку, на горы, вот, как-то вот выключиться и перезагрузить матрицу, чтобы были силы снова опять заниматься, заниматься всем, потому что слишком много горя, смертей вокруг, поэтому, ну, сложно с этим жить все время. А так как ты живешь все время с этим, еще и приходишь в 3 часа ночи и пишешь письма о том же потом в Канаду, получается, опять заново это все переживаешь, вот, и сны мне снятся только о войне, и понимаешь, что мы все больные, нас надо уже всех немного как-то вот подлечить, но тем не менее пока справляться приходится со мной, поэтому вот лучший способ это, ну, для меня это вот просто вот побыть на природе, вот, немного по возможности. Вчера у меня такая возможность была впервые за многое время, мы поехали на остров с ребятами, вот, с Плутоном и с Гариком из Рэйбэнда, и поехали к человеку такому, который живет там на острове. Отшельником. Отшельником, да, у него есть, у него была куча целых инструментов музыкальных, в общем, мы там и покатались на байдарках, и попели, и отдохнули, и это был очень такой важный, полезный день, потому что нужно было чуть-чуть после АТО перезагрузку такую сделать. То есть нужно просто больше отдыхать? Больше не получается, нужно хотя бы иногда, хотя бы на пару часов отдыхать. Как мне говорили хирурги в госпитале, когда я приезжаю, говорят, Маша, мы круглые сутки не спим, мы не спим уже много суток, у нас нет ни выходных, непонятное дело, ни отпуска. Говорит, мы мечтаем хотя бы пару часов полежать на травке, больше, говорит, ничего не надо, и я их очень понимаю. У меня вот это желание полежать хоть пару часов на травке. Ну, раз мы уже заговорили снова о госпитале, вы общались очень много с военными, которые там находятся, может быть, есть какая-то история? Их очень много, я даже... Уже есть таких историй много, которые впечатлили. Может быть, история надежды какая-нибудь? Есть, я точнее, у меня эти истории почему-то все связаны с мужской дружбой. Дружба из такой большой буквы, о том, как в такой трудной ситуации проявляются друзья. И такие истории были, две таких было противоположных истории, в которых вот друзья своему раненому товарищу, да, лучшему другу просто бросили его в лужи крови и находясь рядом. Не то, что не помогли, не подбежали, не вытащили, а просто еще и потом записались в сепаратисты. И мальчик, да, дезертировали. Это лучший друг был у мальчика, лучший. Вот. И он говорит, я никогда не думал, что он так вот себя поведет. И он говорит, когда я уже был в госпитале, этот лучший друг мне в ВКонтакте прислал смайлик такой со слезками и написал прости. Он говорит, а что у меня теперь смайлик твой? Говорит, мне от него сейчас как-то вот никак, понимаешь? То есть война – это лучшая проверка? Это лучшая проверка именно вот на дружбу сейчас у мальчиков. А другой мальчик мне рассказывал как раз обратное, что вот если бы не друзья, которые были рядом, то он бы сейчас просто бы не жил. Они его реально спасли, рискуя жизнью, рискуя всем. Поэтому, когда меня сейчас просят, когда мы выступаем для ребят, что-то им пожелать, мне ничего не приходит в голову. Мне кажется, что это сейчас самое важное. Я им говорю, ребята, вы, пожалуйста, берегите и цените тех, кто сейчас с вами рядом находится. Вот ваши друзья – это те, кто сейчас с вами оказывается в трудной ситуации рядом. Вот помните об этом, что нужно человечность вот эту, они не забывают ни при каких обстоятельствах. вот страшно, не страшно, а вот помочь человеку, когда ему сложно, мне кажется, что это важно. Хотя никогда нельзя, понятно, что никого ни в чем винить, когда людям страшно, они действительно, у них инстинкт самосохранения. Но тем не менее как-то вот надо просто об этом вот помнить, что ты человек прежде всего, и что есть рядом такой же человек, которому ты можешь помочь и спасти жизнь. Я вот как-то им все время говорю, что ну вот это главное сейчас. Мне так кажется. Ну, Маша Кудревцева – это в первую очередь человек, потом женщина. Да. А что все остальное? Маша, как вам Днепропетровск? Вы когда еще к нам вернетесь, и когда можно будет вас послушать? Очень люблю, очень люблю из-за того, что здесь такие люди живут. Я Днепропетровск люблю из-за людей. Здесь живет мой любимый Женя Гендин и Гарик. Я их обожаю. Это просто лучшие мои друзья, это умеща. Это люди, которых я просто всегда очень рада видеть. Мы еще не виделись с ними, я надеюсь, сегодня наша встреча состоится все-таки. Это Оля Владимирова, с которой мы подружились. Я тоже ее, благодаря Жене Гендину, я ее тоже очень обожаю. Это все замечательные девочки, которые работают в арт-центре «Квартира». Это просто мой второй дом. Я туда очень люблю приезжать, я очень там люблю быть. Ну, то есть Днепропетровск стал для меня городом, в котором вот я чувствую себя как дома. Таких городов очень мало. Честно, поэтому вы говорили, что где-то написали, что я родилась в Днепропетровске. Я совершенно не против. Возможно, что где-то в параллельной жизни я, наверное, родилась в Днепропетровске. Вы все время вспоминаете своих друзей, тоже музыкантов, людей, которые имеют отношение к этой сфере. Чем, как вы считаете, могут сегодня помочь музыканты Украине? Музыкантов есть оружие, которое у них всегда с собой. Это их инструменты, это их музыка. И, по-моему, мне кажется, что музыканты, я не хочу говорить слово «должны». У нас сейчас в этом мире никто никому ничего не должен. Но я чувствую, что музыканты могут сделать очень важное дело сейчас. Приезжая на восток, я вижу людей, которые, они прямо на глазах меняются. Когда им поешь песни, любые абсолютно, но когда к ним приезжает человек-музыкант, они понимают, что он сейчас бросил все и приехал к ним, меняется сознание. Я это вижу, как это происходит. Я хочу, чтобы как можно большее количество музыкантов не боялись сейчас брать свое оружие в руки, то есть свои гитары, клавиши, барабаны и саксофоны. Да, ехали и несли радость. Большое спасибо, Маша, за то, что вы такая смелая женщина. Вы не побоялись поехать в зону АТО, не побоялись прийти к нам сегодня на программу и быть первой женщиной в нашей программе. На этом мы прощаемся с вами. С вами была программа «Пани и Пановы». До новых встреч.